Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня мы продолжаем цикл раскладов по вашим идеям. Данную идею предложила Виталина Серго. И вопрос звучит так. Для чего человек пытается вернуться в вашу жизнь? То есть, что ему или ей надо? Какие цели преследуют, возвращаясь в общение с вами, возвращаясь в вашу жизнь? Но здесь я могу сразу сказать, что можно, конечно, загадывать не только партнеров сексуальных, не только бывших жен, мужей, например. Но можно загадывать и друга или какого-то знакомого. Вообще любого человека, который в определенный момент выпал из вашей жизни и перестал с вами взаимодействовать. А сейчас складываются события так, что человек пытается вернуться в вашу жизнь. И в целом мы сегодня будем смотреть, для чего это задуманному вами человеку надо. Еще раз могу сказать, что вы можете загадывать как любовных партнеров, как любовные отношения, так и не только любовные отношения, но и отношения другого характера, которые в свое время прервались. А сейчас человек пытается каким-то образом вернуться в вашу жизнь. И вот мы будем сегодня выяснять, для чего это человеку надо. Давайте сделаем шесть вариантов. Нам хватит сегодня этого количества вариантов. Сразу хочу сказать, что если вы хотите для себя тоже получить такой общий расклад, но по вашей идее, то вы можете в прикрепленном комментарии перейти по ссылке к видео, которое называется «Ваши идеи для общих раскладов». И там оставить свою идею на интересующую вас тему. Но я хочу сказать сразу, что прежде чем идею эту писать, посмотрите то видео, под которым вы будете ее писать, на которое я оставляю ссылку в прикрепленном комментарии. И послушайте, что значит общий расклад, что значит индивидуальный расклад, чем они отличаются. И посмотрите, чтобы такой темы не было хотя бы последний месяц-два на канале, потому что повторять из недели в неделю или через день какие-то темы, например, а он меня любит, а если я устроюсь на работу, не устроюсь. И если это будет с интервалом в неделю, это просто станет зрителям неинтересно. Поэтому прежде всего любая тема должна быть интересна широкому кругу зрителей. Получается шесть вариантов. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Вы можете загадывать просто цифру, номер карты какой-то. Можете загадывать по притягивающей вас рубашке. А можете по порядку открытия мною. То есть ту карту, которую я открою первой, второй, четвертой. Уже здесь не важно. В зависимости от того, как вы решите загадать. Так вы можете это делать. А я как решу, так и буду открывать. Для тех, кто выбрал позицию номер, давайте два. Она будет сегодня первая по порядку открытия. А вы знаете, здесь вообще ложится достаточно странный аркан. Такое ощущение, что большинство из тех, кто загадал эту позицию, вообще толком-то и не знают намерений человека. Потому что по сути, человек особо и не пытается вернуться в вашу жизнь. То есть я не знаю, с чего вы взяли, что он пытается вернуться в вашу жизнь. Но если это все-таки происходит, то здесь мы видим карту, которая говорит о том, что он пытается скрыться от других проблем, придя к вам. И он за то время, пока отсутствовал, получил в принципе урок. Но этот урок человек не воспринял правильно. По одной простой причине. Потому что, да, человек может вернуться. Раз уж вы участвуете в этом раскладе, наверное, вы знаете, о чем вы загадываете, что действительно человек возвращается. Хотя у меня здесь какие-то достаточно, знаете, большие сомнения с тем, что он возвращается к вам. Мы видим, что он, такое ощущение, что с вами не доругался. Сейчас у него есть первый порыв, который в конечном итоге может так и не закончиться реальным возвращением к вам. Также здесь есть еще один момент. Вам может быть подано сообщение как-то, каким-то образом о том, что он возвращается. Но на самом деле его идеи, они как-то вот, знаете, говорят о том, что он не столько может возвращаться к вам, сколько если у вас есть какое-то общее дело или общий ребенок, он решает, что так будет на благо этого дела или на благо ребенка. То есть по сути к вам с открытой душой человек особо и не возвращается. Но может быть с его какого-то, вот знаете, соображения, попытка начать все сначала. Но это называется начали за здравие. Вот то, что можно здесь сказать по этому варианту. Потому что по сути человек просто еще не совсем понимает, что будет, когда он вернется. И мы не можем сказать, что человек подлый, что он идет к вам как-то с каким-то коварством. Нет, он просто для себя еще толком не понял, что происходит. И он может ради благого дела, вот ради работы, ради обучения, ради ребенка, ради каких-то третьих лиц идти с вами в отношения. Но в этом нет главного, в этом нет любви. И в этом нет четкого понимания, что именно отношения с вами ему нужны. Может быть здесь хочется больше какой-то стабильности. Может быть человеку хочется какого-то, вот знаете, восприятия себя как поступившего правильно. Может быть это попытка поспорить с самим собою. Но я бы не сказала, что это вариант, который в принципе благоприятен для возвращения. Конечно, возможно вы просто загадали не свой вариант. Если вы точно знаете, что человек идет к вам с распростертыми объятиями и все будет хорошо. Но здесь вот, ну к сожалению, не могу я по этому варианту порадовать действительно. И сказать что-то более такое вот открытое и позитивное и более яркое. Вот здесь этого не получается. Для тех, кто выбрал позицию номер 3. Она будет вторая по порядку открытия. Вы знаете, вот здесь ложится как раз таки карта, которая говорит о том, что человек проводит достаточно большие и крупные работы над собой. Над тем, чтобы созреть к чему-то большему. Над тем, чтобы может быть как-то работать над своей жизнью и изменять свою жизнь. Здесь я сразу хочу сказать, что несмотря на то, что многие арканы у нас прорисованы как в обычных картах, в игральных. Все равно я трактую их в системе Таро. Почему вы можете понять, если зайдете в плейлист обзоры колод и посмотрите, что я говорю об этой колоде. Конечно, для тех, кто, скажем так, не является Тарологами, изучающими Таро, я не буду сейчас просто давить на уши этой информацией. Просто я для тех, у кого может возникнуть этот вопрос, дала объяснение. Направление, где вы это объяснение можете получить. Если у вас есть какое-то совместное дело или общий бизнес, то человек может возвращаться абсолютно логично для продолжения этого бизнеса. Он хочет сохранить хорошие дружеские отношения. Но, тем не менее, при его возвращении очень-очень даже вероятно, что будут некие третьи лица, которые постоянно его будут тянуть обратно. Которые будут его вытягивать от вас обратно куда-то. И человек будет, вот знаете, присутствовать, вернувшись не очень длительное время. То есть в течение нескольких месяцев, 2-6 месяцев человек может опять побыть в вашей жизни. А потом его сдернет что-то. И в эмоциональном порыве он как будто бы уйдет. Но в целом, вот в том, что мы видим здесь, мы видим надежды на то, что возобновятся чувства, возобновятся эмоции, возобновятся хорошие отношения. То есть у человека есть какой-то положительный настрой, но он может быть достаточно быстро проходящим. Поэтому здесь держите руку на пульсе. И если вы все-таки решите человека принимать, постарайтесь минимизировать или договориться сразу на берегу о том, что третьи лица, что с вашей стороны, что с его стороны или ее стороны. То есть здесь может быть участвует и мужчина, а может быть девушка участвует в этом гадании. То есть здесь вам сразу надо говорить о том, что если вы возвращаетесь к отношениям, будь то дружеские, приятельские, рабочие, любовные отношения, вы должны сразу договориться, что ваше отношение это ваше отношение. И третьих лиц, которые бы хотели сюда вмешаться и получить что-то для себя, быть не должно. Если человек на это согласен, тогда можно стараться, можно работать над этими отношениями. Если человек на это не согласен, то, к сожалению, данное возвращение может быть достаточно быстротечным. Для тех, кто выбрал позицию номер 6, она будет третья по порядку открытия. А вы знаете, человек почувствовал, его тянет эмоционально. То есть если это любовь, это может быть любовь дружеская, если мы говорим о друзьях. То есть да, вот что-то вспомнилось, сколыхнулось, какая-то ностальгия. И еще карты говорят о том, что человек вполне возможно выбрал, наконец-таки, вполне осознанно вас. Если к вам возвращается женщина, то это значит, что она получила разочарование в других отношениях. Она получила там достаточно крупное разрушение и сейчас идет обратно. Если к вам идет мужчина, то здесь карты говорят о том, что мужчина, скорее всего, сам разрушил то, что было там, где он присутствовал, пока отсутствовал у вас. И сейчас он пытается загладить все то, что было там, он пытается выбрать вас и его эмоции или ее эмоции сейчас именно на стороне вашей. Человек действительно может проявлять инициативу, он может вернуться. Это может продолжаться, вот этот возврат от полугода до года. А потом вы можете увидеть какую-то вновь переписку, вмешательство неких третьих лиц в ваши отношения. Поэтому тоже вот здесь договоренность должна быть на берегу о том, каким образом он видит отношения между вами, он или она, каким образом вы будете их выстраивать. И желательно даже на бумаге, даже в письменном виде оформить вот эти моменты. В целом мы можем видеть, что человек возрослел за то время, пока его не было в вашей жизни. И может быть способен к принятию достаточно таких вот взвешенных решений и достаточно, ну будем так это формулировать, достаточно мощных, достаточно уже взрослых и серьезных решений, которые адресованы именно вам. Для тех, кто выбрал позицию номер 1, она четвертая по порядку открытия. Здесь ложится карта, которая говорит о том, что человек многое переоценил. То есть пока его не было или пока вас не было в его жизни, человек достаточно переоценил, переоценил свою роль, переоценил свое поведение и сделал определенные выводы для себя. Но карты говорят о том, что ему еще зреть где-то полгода-девять месяцев ориентировочно. То есть для него это может быть период, которого ему не хватило для полного возрастления, потому что человек, да, на сегодняшний момент что-то переоценил. Но полностью взять на себя ответственность за то, что может происходить в дальнейшем в ваших отношениях, он пока еще не может. У него пока еще не очень получается. Потому что он, ну вот знаете, да, он может сказать, ну я здесь вот был неправ, и здесь я тоже был неправ, и там я поступил не очень красиво. Но это не значит, что он также не будет делать далее. То есть человек, особенно когда ему нужно будет уединение, или когда ему нужно будет выбрать между своим комфортом, своими какими-то решениями и мыслями, и между вашими какими-то вопросами, нюансами, он будет выбирать себя, он будет выбирать уединение, и он будет как будто бы постоянно в какой-то своей норке. Поэтому ближайшие, ну в районе от 7 до 9 месяцев может быть ситуация, когда и вам нужно созреть для того, чтобы принять человека, и ему нужно созреть. Если вы смотрите сразу после выпуска этот расклад, это может быть период с июля по сентябрь. Если вы смотрите в какое-то другое время года, если вы смотрите там спустя несколько месяцев или лет после выхода этого расклада, то в таком случае здесь ситуация складывается так. Ему или ей надо еще 7-9 месяцев для того, чтобы четко полностью взять на себя ответственность за все свои действия и принять, и понять то, что действительно хочется делать, и то, куда нужно идти. Для тех, кто выбрал позицию номер 4, пусть она будет 5-я по порядку открытия, ну вот здесь мы видим, что человек свистит, как дышит. Я их называю, да, вот таких людей, великолепные художественные свистуны. Человек может заблуждаться сам, то есть может быть действительно такая ситуация, ну что-то накатило, какие-то мечты, какая-то тоска, какие-то переживания. Причем в данном случае эти переживания, если вы, например, пытались его приворожить, пытались вернуть каким-то вот таким образом, то это может быть действительно влиянием и действием оморочки. Если вы не предпринимали подобных действий, то в таком случае мы просто видим картину, когда человек, ну вот он заблуждается, и при этом он может еще и вас в ту же, скажем так, систему, в ту же тему утянуть. Он может сейчас даже ваше мнение перевернуть с головы на ноги или с ног на голову, и мы видим, что он заблуждается как насчет вас, так и насчет того, что он меняет в своей жизни. То есть он себе даже сейчас не представляет тех изменений, какие будут, если он или она к вам вернутся. Это касается любых отношений, хоть любовных, хоть семейных, хоть дружеских отношений. И здесь вот нужно понимать, что недолго музыка играла, недолго кто-то там танцевал, не люблю, скажем так, феню. Но здесь вот мы видим, что он или она не понимают, что удовольствие, отдых и гордость от своего возвращения, от его, от ее возвращения, в зависимости от того, кого вы загадали, будет недолго. И что придется в конечном итоге сталкиваться с реальностью. Вот здесь вот уже могут настигнуть осложнения, да. Поэтому мы видим, что у него сейчас какая-то или у нее мнимая ответственность за то, что происходит. И человек может испытывать боль, он пытается искать помощи у вас и загладить вот эту боль. Он хочет восстановить мир в своей душе. Но в течение от месяца до четырех месяцев этот мир, скорее всего, восстановится. И вот тогда неизвестно, куда начнет грести, в какую сторону человек. Это вы можете посмотреть в других уже общих раскладах. Плейлист гадания на Таро на канале. Я постараюсь не забыть в прикрепленном комментарии оставить на него ссылку, для того, чтобы вы могли посмотреть далее. Ну и кэп очевидность. Для тех, кто выбрал вариант номер пять. Он у нас шестой по порядку открытия. И здесь мы видим, что просто человек хочет вернуться в прошлое. Он хочет, чтобы все было как раньше. Но вот тут вопрос, а готовы ли вы, чтобы все было исключительно как раньше. Потому что если было как раньше, и если было что-то раньше, да, и при этом что-то не срослось, значит, что-то было не так. Значит, что-то было дискомфортно. Значит, как-то получилось все, ну вот знаете, может быть не так, как хотелось бы, не идеально. Поэтому в чистом виде прошлое лучше, конечно, в этой ситуации не возвращать. Нужно корректировать. И здесь вот мы видим, что человек надеется на то, что он сейчас вам скажет или она о том, что возвращается. И вы будете очень рады о том, что все будет хорошо. Называется все, я приду, залезу под теплое одеяло, и все у нас будет классно. И ты меня не прогонишь. И мы с тобой найдем общий язык. Будет как тогда. Но это немножечко детские такие наивные заблуждения. Опять же, смотрите, если у вас есть общие дети, если речь идет о любовных отношениях, то человек может возвращаться во благо этих детей и во благо семьи. Но вот тут, пожалуй, знаете, единственный, наверное, из вариантов, когда человек действительно хочет восстановить доверие, хочет восстановить доверие искренне. Он надеется на то, что все будет хорошо и на то, что вот эти отношения станут более зрелыми. И спустя какое-то время вы примете и его, или ее, и его, или ее взгляды на мир. То есть вот здесь вот человек надеется все-таки на гармонию, надеется на лучшее, надеется на то, что отношения будут как в прошлом. То есть вот это, опять же, очень коварная формулировка. Вернуться в прошлое, пусть все будет как было. Но я понимаю, что если вы были вместе, значит было что-то хорошее. Но значит было и что-то плохое, если вы разошлись. Или если ваши взгляды когда-то на определенном этапе жизненном разошлись. Поэтому, может быть, здесь ставить вопрос надо не так, как было. Не возвращаться в прошлое, а начинать с чистого листа. Начинать по-другому. Начинать выстраивать отношения как-то более мудро. Как-то, знаете, может быть более взросло, может быть более искренне. Но в любом случае здесь человек от души действительно желает вернуться. И коварства с его или с ее стороны мы здесь не видим. Поэтому, ну, в данном случае, пожалуй, я могла бы сказать, что вариант все-таки благоприятный. Я от души желаю, чтобы люди, во-первых, те, которые дороги, не уходили, не бросали, не покидали, не ссорились. Но это и в наших силах тоже в какой-то мере. И вот здесь я еще хочу сказать о чем. Если вы хотите рассмотреть вашу ситуацию более подробно, то тогда вы можете заказывать индивидуальный расклад для себя. Как это сделать, рассказывается тоже в прикрепленном комментарии ссылочка на видео, которое называется «Как получить личный расклад». Пока вы это видео не посмотрите, писать мне не надо. Но все мои контакты в текстовом описании данного видео. Но я еще раз хочу сказать, что сперва смотрите видео пояснений, знакомитесь с правилами и только потом уже можете что-то писать мне в личку. Потому что в этом видео дается 80-90% ответов вопросов, которые люди задают в первый раз, когда пишут. Естественно, я то, что рассказывается в видео, особенно если вы будете смотреть не просто вот эту версию, на которую ссылку я оставлю, там краткая версия. А если вы будете смотреть полную версию, да, часовую этого пояснения, если вы захотите посмотреть нечто подольше, поподробнее, то там, пожалуй, 100% информации будет, которая вам нужна. Естественно, в письменном виде я эту информацию просто не смогу каждому писать. Поэтому всегда говорю, обязательно смотрите видео и только потом приходите за индивидуальным раскладом. Я всем от души желаю удачи, до встречи, до свидания.